Зовут меня Манжоров Тимур. Сегодня, а не сегодня, на этой неделе я понял, что о людях нужно думать лучше. История такая. У меня были ортезы. Для того, чтобы получить деньги, я решил вкладывать ортезы. Это такие бандажи, которые надеваются на ноги для фиксации суставов. На сайте бесплатных объявлений Маркет ОЛХ в Казахстане я подал объявление о продаже ортезов с описанием их характеристик. Цену указал небольшую, 3 тысячи рублей. Эти объявления болтались около года точно. Я уже и цену снижал. Уже даже смирился с мыслью, что возможно, даже никто и не купит. И позвонил мне в среду по телефону человек. Представился, сказал, что ему нужна ортеза. Я ему сразу сказал, что ортеза не новая была. Он говорит, что ничего страшного. Я говорю, а как вы со мной рассчитаетесь? Я продавал за наличные. Он сказал, что я могу перечислить на карточку. Каспий Банк. У моего отца как раз была карточка. Не была, а есть карточка Каспий Банк. Я говорю, а как же мне вам отправить? Обычно я продаю каким образом? Люди сами приходят, либо приезжают и забирают товар. Таким образом я продал. Подгрузники, кровать продал. В общем, не скажу, что сильно нуждаюсь. Но в любом случае деньги не нужны. Поскольку я живу с отцом и с его женой. В общем, в четверг, в пятницу, потому что вчера было, я сходил на почту, отнес эти ортезы, естественно, предварительно надев маску, поскольку там карантин. Обслуживаю производство только при наличии защитной маски. Взял талон, электронную очередь. Когда пришла очередь, я сначала переживаю, что я буду отправлять, потому что мои расходы. Поскольку я покупатель договорился о том, что я ему сообщу стоимость. Для этого нужно было представить скан договора об отправке. Я заплатил деньги. На самом деле была небольшая отправка. Из Карганды в Уральск составила всего 650 тенге. Хотя я на сайте смотрел, там было где-то 1300 тенге. Получилось даже дешевле, чем я ожидал. Я пришёл домой, сфотографировал смартфон, это чек оплаты, отправил покупателю этот скан и, соответственно, отправил реквизиты отцовской банковской карты Каспийбанк. Через 5 минут приходит подтверждение о том, что он оплатил товар. То есть стоимость товара от пересылки. Не знаю, почему я сомневался. Наверное, это всё-таки моё ментальное отношение, что человек может обмануть. А на самом деле лучше всего доверять люди. То есть, как говорится, по себе не судим. Я на самом деле никого не обманываю. А товар-то был бэушный, на самом деле. Цену-то я указал. Реально. То есть, 3000 тенге это не новый товар. Так что, вот. Как-никак, всё-таки. Как я запланировал, всё получилось. В любом случае, я про себя понял, почему, подумал. Почему-то я подумал, что, возможно, человек сможет меня обмануть. Хотя, на самом деле, уж столько контактов было. Впрочем, я понял, что больше нужно думать о людях лучше. По сути дела, даже если бы ничего не вышло. Потому что, в любом случае, я помог. Впрочем, сам себя загнал в тупик с этими мыслями. Товар, на самом деле, хороший. Подгузники, правда, тоже сейчас продаются. Дело в том, что цель-то моя, на самом деле, не заработать, а помочь. Как людям нуждающимся в этих товарах, так и, собственно говоря, помочь семье. Здесь, где, в любом случае, не лишним. Мне нужно было думать, что человек меня, возможно, обманет. Потому что люди-то, на самом деле, лучше, чем на них порой думают. На самом деле, я вообще не переживал, возьму товар или нет. Но мне самое главное было, чтобы товар это кому-то достался. Потому что товар, на самом деле, ценный. Любой товар, который связан с инвалидностью, он очень важен. Тем более, сейчас, во время карантина, не все работает. Тем более, доставки мне очень хорошо будет. Распределение товаров, наверное, производится. Но я, правда, этого не вижу. Какие моменты хорошие в последнее время? То, что пообщался по WhatsApp со своей одноклассницей Оксаной, Которая сейчас живет в Израиле. Я помню, класс у нас был очень дружный. Правда, потом все разъехались, кто куда. Вот Оксана живет в Израиле. Ее подружка, подруга Женя живет в Москве. Раз видел, это же случайно произошло, я был на логовой инспекции. И Женю увидел. Тоже пообщались? Так. Ну ладно. Позитив. Позитив у того будет внутри. Позитив должен быть внутри. Субтитры сделал DimaTorzok